Доброе воскресное утро! Макар Шнип и ученик 11 класса по совместительству лицейский домовой Константин Баяндин. Доброе утро! Доброе утро! Поздравляем! Поздравляем вас, да! Жень, что так мы можем еще аплодировать или что делать? И восхищаться! Несмотря на то, что в лицее мне учиться не довелось, но здание прекрасно знаю, потому как очень многие БГУшные мероприятия проходят именно в актовом зале лицея. Так что для меня это тоже очень приятное событие. Наверняка будет какое-то праздничное блюдо. Да, блюдо с историей, я бы даже сказала, которое мы вот с нетерпением готовы выслушать. Что будем готовить? Сегодня, значит, мы готовим первое какое у нас? Драники. Мы их называем драники по-улазински. По-улазински происходит от названия одной из лицейских традиций, которая называется улазины. Суть в том, что лицеисты приходят в общежитие, где живут другие лицеисты и угощают друг друга драниками. Ну, новоселье, если по-русски уже. Можно назвать. Возилье новоселье. И вот это какие-то специфические драники? В них что-то зашивают? Крошат, может быть, раннее сочинение Пушкина, так как он тоже был своеобразным лицеистом? В общем-то, по рецепторию они классические довольно драники, но они насыщены, пропитаны лицейским духом. То есть, при самой приготовлении их и у нас в общежитии, я надеюсь, сегодня в студии оно будет вот таким. Вообще, блюдо-то сложное в приготовлении. Это же не макарошки быстрого приготовления, как обычно. Ну, так принято считать, что... В общежитии не заморачиваются. Да. А это все-таки драники, над которыми надо потрудиться. Как вообще повелось так, что это именно такое блюдо? Ну, повелось. Почему? Потому что это все-таки, наверное, коллективный такой труд. Одно дело, когда, например, мы на одного-двух человек готовим драники, да, это довольно просто. А когда нужно накормить такую рау, как 200 человек, которые придут в гости. То есть, картошки нужно уйму почистить и натереть ее. Поэтому в этом участие принимают там все общежники, все наши ребята, которые живут в общежитии. И это вот такой элемент сплочения, тимбилдинга. То есть, за что это получается? Это значит, те, которые приезжают в общежитие, везут мешок картошки на год. А тут плазины. Все, праздник. И все остальное время приходится перебиваться все-таки вермишелью быстрого приготовления. Ну, конечно, мы ребятам помогаем, картошку предоставляем. Молицей это все, скажем так, спонсирует. Им остается только все это празднично подготовить, пригласить в гости. А, так вот откуда по второму мешку картошки появляется у каждого общежника. Ну что, мы тогда вам предлагаем начать готовить блюда уже. Наверное, все-таки Костя будет у нас основной. Да, Костя будет натирать картошку, да. А кроме вот этих драников по-латински, мы еще приготовим салат юбилейный. Поскольку вот юбилей все-таки предстоит 25 лет, и это будет еще салат юбилейный. Вот мне почему-то при словосочетании салат юбилейный представляется такая женщина необъятная. Здесь у нее кучерява, маленькая беленькая лодочка здесь. Анжела, давай юбилейный, подай, пожалуйста, две порции, 4 килограмма. Да, вот сюда, пожалуйста, на первую подачу. Если учесть, что лицей БГУ как раз на переломе эпох советской и современной создавался, то, может быть, это дань уважения советской эпохе, да, юбилейный советский, можно так называть. На день рождения лицея педагоги собираются либо в нашей столовой, либо у кого-то в гостях и готовят борщ традиционный. Это повелось, наверное, еще с 90-го года, когда вот один из наших преподавателей, учитель химии, Татьяна Александровна Калевич, она была... А у химиков борщи знак. Да, да, вот она впервые этот борщ приготовила, и с этого момента как бы повелось это. И вот этот борщ, это одна из, скажем, таких лицейских традиций. А вот я смотрю, что Костя в должности домового не очень-то справляется с картофелем. Видимо, не приходится ему натирать. Он же руководитель. Помнишь, Золушка тоже сама не убирала. Она... А-а-а-а-а-а-а-а. Сразу птички, тараканы всякие. Поприбежали эти мыши. Главное, чтобы к нам не поприбежали. Сейчас, не вызывай. Так, мне кажется, домовой справится с своей задачей. Но вот, кстати, что входит в функции домового и о многом другом, о лицее, о юбилее, о праздновании этой прекрасной даты, мы поговорим уже в следующем включении. А пока, друзья, я хочу напомнить, что у нас в гостях директор лицея БГУ Макар Шнип с учеником и по совместительству лицейским домовым Константином Баяндиным. На февральское утро вместе с нами встречает директор лицея БГУ Макар Шнип вместе с учеником и лицейским домовым Константином Баяндиным. Доброе утро вам! Доброе утро! Ну, наверное, вот сейчас стало все-таки, настало время узнать, что же такое лицейский домовой. Да. Костя, рассказывай, что входит в твои обязанности, а что не входит? В принципе, как должность домовой, она выбирается среди десятиклассников. Должность? То есть штатное расписание там есть? ЗП. И в принципе в обязанности домового на бумаге, можно так сказать, входит то, что нужно хранить лицейские традиции. Но, к счастью, на данный момент никакие на моей памяти лицейские традиции не планируют исчезать. Поэтому в этом плане у меня работы поменьше. Да, но в принципе, обычно лицейские домовые, это из тех людей, которых я знаю, моих предшественников, они обычно очень активно участвуют во всех концертах. Вот я, например, за два года в зале сидел только один раз на концерте. И то на репетиции, когда я поступил в лицей, на концерте, который для нас устраивали одиннадцатиклассники, это единственный концерт, на котором я сидел. Но потом, после первого концерта своего, после визиток, у нас, как и в БГУ есть визитки, только каждый класс представляет себя, я понял, что классно, и решил продолжать участвовать. А это вообще как-то отражается в дневнике? Нет. Ну, я думаю, что Костя как бы немного лукает, он рассчитывает на некоторую, скажем, свою популярность в лицее, что учителя будут снисходительно... Пробить харизмой. Посмотрите, как сразу бедного Костя осадили, никакой теперь надежды. Все по-честному, и Костя молодец, он несмотря на... А как вообще происходит эта процедура выбора домового? Для того, чтобы стать домовым, нужно будет еще и назвать столько лицейских традиций, сколько ты помнишь. То есть нужно доказать то, что ты можешь быть домовым. А нам интересно, а ну-ка назови-ка нам, пожалуйста, традиции, которые ты помнишь. Ну, самая первая традиция это концерт карапузы, когда одиннадцатиклассники встречают десятиклассников. Так. И, можно сказать, знакомят их впервые с лицеем. Вторая традиция, когда уже десятиклассники проявляют себя, это туртропа, когда лицеисты выезжают за город в Зеленое. И там мы сначала проводим... Каждый класс представляет себя... Ну, об этом мы подробнее поговорим. Жень, я думаю, ты завел, да, эту... Тропу, а дальше? Большую. Дальше идут визитки, когда каждый класс представляет себя. Понятно. После этого у нас есть рок-баттл, когда лицейские группы представляют себя на лицейской сцене, и потом лицеисты же и выбирают лучшую. Дальше идет Новый год, новогодний концерт. Ну, тут, в принципе, все понятно. В конце января, начале февраля у нас проходит день рождения лицея, который сейчас у нас. То есть учиться некогда. Давайте сохраним интригу и обо всем, о других еще традициях расскажем немножко позднее. Хочется все-таки поближе познакомиться с новым молодым директором. Так, я тебя понимаю, Олечка, понимаю, поэтому замолкаю. Макар Александрович, мы знаем, что, несмотря на ваш молодой возраст, вы значительную часть своей жизни, можно сказать, отдали лицею. Преподавали историю, да? Это все правда, да. Можно начать с того, что я выпускник лицея. Так, давайте. В 98-м году я лицей БГУ закончил, учился на ИСТВАКе, но потом, после окончания ИСТВАКа, пришел работать в лицей БГУ в качестве учителя. Потом был заместителем директора по воссетательной работе много лет. Ну и вот с этого года такая честь возглавить лицей БГУ. Ну, мы вас тоже с этим поздравляем. И с юбилеем, и с этим назначением. Спасибо. А вот вы, так как вы учитель истории, вы заглядывали в историю, вы являетесь самым молодым директором лицея или нет? Вообще-то, вот вы задали вопрос, и я задумался, что... Ну, мой предшественник, Вадим Эдуардович Матулис, также выпускник лицея, наверное, мы в приблизительно похожем возрасте заняли этот пост, где-то вот в рубеже 32-33 лет. Лицей очень важная по воспитанию вот этого подрастающего талантливого поколения, поэтому, да, ответственность большая. Традиции в лицее хранят. А вот что будет делать новый директор, как новая метла пометет в лицее, мы, наверное, узнаем в следующем включении. Напоминаем, что у нас в гостях и директор лицея БГУ Макар Шник, вместе с учеником 11-го класса Константином Баяндиным. Это воскресное февральское утро. Вместе с нами встречает директор лицея БГУ Макар Шниф, вместе с учеником и лицейским домовым Константином Баяндиным. Доброе утро. Доброе утро. Лицей БГУ это такая тонкая материя, что вот с таким вот желанием, эх, развернусь, что я ему сейчас наворочу, с таким желанием, конечно, не стоит приходить в лицее БГУ. Поэтому моя задача вот сохранить те традиции, которые сложились на сегодняшний момент, те достижения, их и приумножить. Я вспоминаю свои школьные годы, когда мы пользовались минуткой, когда учитель еще не зашел в кабинет, чтобы посмотреть, какие у тебя там текущие отзывки по математике. И это расценилось как преступление, да? Да, да, и это же надо было успеть, потому что, не дай бог, кто-то залезет. Согласись, с другой целью туда больше лазили. Исправлять что-то? Чтобы чего-нибудь там... Не было у нас такого. Вот у вас таким может быть, у нас такого не было. Ну вот, да, в электронном дневнике такого не натворишь, поэтому оценки выставляет только учитель. И это очень удобно для родителей, которым не нужно приезжать в школу, в лице, для того, чтобы этот журнал, опять же, выследить, уцепиться в него, посмотреть, какие там оценки. Они могут все делать дома. Поэтому, конечно, эти технологии... А хакерских атак не было? Ну, пока мы надеемся, что лицеисты с должным уважением и ответственностью к этому относятся, пока не было. Хотя победителей информатики, информатических ребят очень много, и, конечно, такое вероятно. Запустят программу, которую троечки автоматически будут переправлять на восьмерки, и потом доказывают что-нибудь. А вот что касается электронных книг, мы знаем, что у некоторых классов, например, химико-биологического... Так называемое планшетное обучение. Да, и напрочь отсутствуют бумажные варианты. Тяжело сказать, что напрочь отсутствует. То есть, на самом деле, два года назад проводился эксперимент по внедрению в учебный процесс так называемых электронных книг, ридеров, на основе так называемого электронного чернила. Ну, и эксперимент показал, что действительно, ребята, если пользуются этими ридерами, которые насыщены информацией, презентациями разными по предмету, текстом, какими-то, может быть, аудио-видеоматериалами, они значительно меньше времени проводят перед компьютером. Таким образом, как бы и здоровье сохраняют, и время более свое оптимальное используют. Мы стараемся вообще в лицее перейти к такой, скажем, программе «Принеси свое устройство». Не секрет, что в основном-то у молодежи у всех уже есть. Либо читалка, либо планшет, и им остается только заказать необходимую информацию, либо доступную в интернете для всех, либо то, что подготовят наши учителя. Вот. И пользоваться этим нужно идти много со временем. Конечно, нельзя отказаться от книжек, но нужно пользоваться и новейшими достижениями науки. Ну, хотя бы потому, что это просто удобно. Да, да, да. Кстати, о науке. Вот. Я знаю, что в лицее проводится специальная конференция «Перший круг по науку». Что это за конференция? Какие основные ее задачи? Вот. Я предлагаю об этой конференции и о многом другом поговорить уже в следующем включении. Вот. На самом интересном месте. Конечно. Интрига. Друзья, мы хотим напомнить, что у нас сегодня в гостях директор лицея БГУ Макар Шнит с учеником 11 класса и лицейским домовым Константином Баяндиным. Друзья, сегодня у нас в гостях директор лицея БГУ Макар Шнит вместе с учеником 11 класса и лицейским домовым Константином Баяндиным. Доброе утро. Доброе утро еще раз. Ну, собственно, конференция «Перший круг по науку». Неужели прям настоящая выставка лицейских инноваций, доклады по каким-то, я не знаю, прям революционным исследованиям? И это же, насколько я знаю, не только внутри лицейское мероприятие. Да. Конференция традиционная. Вот она уже 21 раз у нас будет проходить, 5 февраля. На конференции действительно представлены доклады по 11 секциям, по основным предметам обучения в школе. И лицейские представляют свои научно-познавательные изыскания на разные темы, в общем-то. Для многих эта конференция, как показывает история, как показывает практика, становится именно первым шагом в науку. Поскольку, например, если мы посмотрим программки конференций за 90-е годы, да, и посмотрим, сравним, как же развивалась карьера выступающего на конференции, многие из этих ребят защитили кандидатские и даже докторские диссертации. Поэтому это действительно первый шаг в науку. Мы знаем, что в лицее самом выпускается аж три газеты на трех языках, на белорусском, на русском и на английском. Три газеты и еще один литературный альманах. А неофициальная пресса у вас существует? Неофициальная пресса, она вся непечатная. Все в электронном виде, да? В газеты наши, да, действительно, у нас есть газета «Новая лига», газета «Руки», белорусскомовная, англоязычная газета «Вью», и вот раз в несколько лет выходит литературный альманах «Нота Бене». То есть каждый желающий проявить свой какой-то талант писательский может быть напечатан, услышан, увиден в этих изданиях. Может быть, скоро у вас появится телестудия в лицее? Почему бы и нет? С радостью воспользуемся, наверное, вашими советами. Или по времени радиостудию, мне кажется, лицей себе, радиолицей может себе. У нас есть лицейское радио, и на переменах у нас постоянно играет музыка. Также там есть и студия звукозаписи, где записываются какие-то иногда номера для концертов. Где, собственно, тоже играет музыка постоянно. Да, в принципе. Ближе к делу, как говорится, но все-таки не к блюду, потому что мы будем его дегустировать уже в следующем включении, а поговорить о самом праздновании 25-летия. Как оно будет происходить, расскажите. Да, все празднования у нас произойдут в два дня. Основных это 5-6 февраля. 5 февраля мы празднование наше открываем как раз-таки конференции «Перш-Кроку-Навок». На пленарном заседании, в пленарном докладном выступит ректор Белорусского государственного университета, академик Сергей Владимирович Абламейко, который нам расскажет о космонавтике в Белоруссии. А, значит, вечером мы ждем гостей в лице, будет торжественное собрание коллектива с концертом. Вот, это 5-го февраля. А 6-го февраля традиционная «Спортландия» с участием команд 10-х классов, 11-х классов и команды педагогов. А вечером, как всегда, мы приглашаем, ну да, мы приглашаем выпускников у нас на сегодняшний момент где-то, наверное, около 6-ти тысяч уже. Конечно, все не поместятся. Попытаемся, конечно, разместить. Ну, мне кажется, стадиончик-то можно задействовать. Стадиончик можно. Благоушный. Все-таки в родных стенах уютнее, утульнее. Поэтому ждем именно в лицее всех наших выпускников 6-го числа в 7 часов вечера. Прекрасно. Нам остается только попробовать, но это будет чуть позже. А сейчас мы напомним, что у нас в гостях директор лицея БГУ Макар Шнип с учеником и лицейским домовым Константином Баядином. Лицей БГУ отмечает свой 25-летний юбилей. И этим утром поздравления от нас принимает директор лицея Макар Шнип и ученик 11-го класса, лицейский домовой Константин Баядин. Еще раз вам доброе утро. Доброе утро. С юбилеем еще раз. Спасибо. Поздравляем. И совсем скоро нас можно будет поздравить тем, что мы сможем отведать ваши юбилейные праздничные блюда. Праздничные блюда готовы. Приглашаем вас. Спасибо. Ну подождите. За столом же принято общаться. О том, о сём. Интересных фактов у нас, да. Вот, например, не у каждого учебного заведения есть свой собственный гимн. А вот у лицея БГУ он есть, и более того, он написан одним из выпускников лицея, да? Да, Александр Воробьев написал этот гимн в 2001 году. Мы его поем регулярно, да, Костя? Регулярно это как? Вот какие мероприятия не обходятся без гимн? Вообще, каждое утро начинается со звучания гимна по радио. Да, перед началом первой пары звучит гимн. Это музыка древнего гимна студентов Гаудамус. А, просто слова. Да, выучить слова, они очень простые, очень хорошие на белорусском языке. Нет, просто утром, когда учащиеся идут и хотят спать, и вот тут... Очень бодрячий эффект, зато потом, когда они слышат лицейский гимн, они сразу знают, что нужно просыпаться. Костя, ну, ты понимаешь, что для тебя уже лицейская жизнь осталась совсем чуть-чуть. Много. И уже потом... Уже решил, куда будешь поступать? Да, в принципе, я планирую поступать в журфак БГУ на информацию и коммуникацию. И скоро Костя придет к нам. Коллега будущий я также заканчивал, как раз-таки информацию и коммуникацию. А вот не грустно тебе расставаться с лицеем и со своей должностью, в конце концов? Может быть, два года это мало, может быть, надо было с седьмого класса туда идти. Нет, конечно, хочется побольше побыть в лице, но, тем не менее, я часто вижу выпускников в лице, то есть никто же не запрещает прийти, встретить своих друзей, преподавателей. И, в принципе, как говорят, что бывших лицеистов не бывает. А, это про лицеистов сначала говорили. Понятно. У нас тоже так говорят. Виктор Иванович, ну и вы же также являетесь выпускником лицея. А вас приглашают на вечер встречи выпускников? Ну, в последнее время как-то да. Или вы только подписываете приглашение? Стали приглашать. Нет, ну это как-то само собой разумеется. Я, по-моему, ни одного не пропустил с 98-го года, поэтому. Ну, мне кажется, сейчас осталось только услышать имена тех, кто вот прям золотыми буквами вписан в историю лицея. Лицеев, ведь есть такие выдающиеся? Предлагаю, Жень, узнать эти имена уже вот как раз по ходу, да, за стол, как минимум. Ну что ж, я поддерживаю. Я поддерживаю. Эх, не угадал я его. Когда у вас как-то самое маленькое, может быть, мы можем, да. Вы хотите со мной поменять? Махнуться, да, да, да. А вот это первый в истории случая, когда я с лицеистом решил все-таки поменяться. Кость, ты можешь ты маленькую хочешь? Да, я себе проголодался. А я маленькую не хочу, Кость, ты мне не предлагай. Олечка, ну как же так. Три мужчины все утро работали, работали. А тут все такое насыщенное. Я-то вообще одна, знаете. Вы, наверное, вчера готовили, да, тренировались. Так, ой, драники. Ну вот драники, это, конечно, такая классика, что просто... Вкусно. Бесподобно. Очень вкусно. Вы знаете, вот все-таки... Драники полицейские, по-улазински, если быть более точным. А они все-таки необычные, хотя бы тем, что там укроп внутри, например. Вот я первый раз такие пробую. Очень вкусно. Мне нравится, да. Сейчас юбилейный салатик. Костя, тебе нравится? Да. Мне тоже. Ну что, друзья, нам остается только рекомендовать вам всем приготовить себе такой воскресный, сытный и традиционный белорусский завтрак. Рецепт мы вам напомним, хотя я думаю, что он есть у каждой белорусской хозяйки. Запоминайте. Драники по-улазински. Картофель натереть на мелкой терке, добавить немного муки, яйцо и нарезанную зелень. Посолить. Жарить драники на растительном масле до золотистой корочки. Подавать с обжаренной ветчиной и свежими овощами. Салат юбилейный. Копченую курицу и сладкий перец тонко нарезать. Добавить корейскую морковь и зелень. Заправить майонезом и хорошо перемешать. Приятного аппетита. Лицейские драники по-улазински оформлены, съедены, ну, по крайней мере, опробованы. Вот, но если вы не знаете рецепт, то у вас есть два, мне кажется, два способа заполучить его. Или услышать то, что было сказано несколько секунд назад. Или все-таки стать лицеистом. Или хотя бы привезти своих детей в лицей. И там уж точно узнаете, что такое самое уникальное, самое вкусное блюдо для тех, кто ползет, так сказать, карабкается. А может быть и бежит на Олимп науки. Ну, теперь наша вам, так сказать, Алла-Верды, это возможность пожелать, пригласить в лицей. Пожелать всем коллегам, всем лицеистам, да и просто тем, кто любит и знает лицей БГУ. Да, дорогие выпускники и лицеисты, поздравляю вас с 25-летием нашего любимого лицея. Выпускников приглашаю в лицей. 6 февраля на вечер встречу выпускников. Всем желаю приятного выходного дня. Девяти классников приглашаю поступать к нам в лицей БГУ. Правда, Кость? Да. И пусть каждое утро у вас начинается вкусно и бодро. Кстати, про имена, про золотые имена лицеистов мы так все-таки ничего не услышали. Может быть, назовете? Мы сможем их увидеть, если придем на встречу выпускников, Жень. Вот ты любишь, что им закрутить, так сказать. Поэтому готовьтесь, будет под лицем просто стоять толпа людей, желающих узнать. Золотых им будет много. Ну что, спасибо вам огромное, спасибо за это утро. Спасибо вам. Праздничное по-настоящему, потому что мы искренне поздравляем вас с этим юбилеем. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Приходите к нам еще. Ну и мы с огромным удовольствием говорим, что сегодня праздновать 25-летний юбилей лицея БГУ. К нам пришли директор лицея БГУ Макар Шнип, а также ученик 11 класса, практически уже выпускник по совместительству домовой лицея Константин Баяндин. Ну а также, друзья, этим воскресным утром вместе с вами были Евгений Булко. И Ольга Богатыревич. Всего хорошего, до новых встреч. Оставайтесь на телеканале ОНТ. Пока. Пока, спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!